Приветствую вас, давайте мы разберем ваш вопрос. В первую очередь, я хотел бы сказать, что отвечу только на первое сообщение вашего ухода, и понятно, что все страницы и все сообщения я читать не буду. Вот, значит, субъект и объект, пишите вы, значит, на самом деле, действительно, в исследовании, в научной, не психологической литературе, действительно, субъект и объект определяются так, обучевленные и необучевленные. Значит, и действительно, что, значит, человек – это обучевленный объект, то есть, как бы, все правильно. И, соответственно, в психологии понятия субъекта и объекта различаются, в том смысле, что субъект – это тот, кто воздействует, а объект – это тот, на кого воздействует. И, как бы, статус объекта не предполагает для человека, например, что он может воздействовать в ответ, то есть, может оказывать сопротивление, может, ну, что-то не принимать. Поэтому я думаю, что, значит, субъект – это некто, кто обладает, во-первых, свободой воли, во-вторых, самостоятельностью, автономностью, а объект – это тот, кто не обладает ни свободой воли, ни самостоятельностью, ничем. Кроме этого, в психологии субъект и объект можно рассматривать, как взаимодействие неравных, неравных единиц. Субъект – это тот, кто выше, это тот, кто сильнее, объект – это тот, кто ниже. Вот, вот как-то так. Вы пишите, что восприятие человека как объекта не подразумевает непременно причинение ему какого-либо вреда. Да, опять же, действительно, умышленно вы можете не причинять человеку никакой вред, но если мы воспринимаем какого-то человека как объекта, ну, например, значит, пациент, который пришел на прием к врачу, если врач смотрит на него безразлично и видит в нем только набор его болячек, то это и есть объективизация, вот. И врач воспринимает себя исключительно как того, кто должен воздействовать на этот объект, причем воздействовать типично, не принимая во внимание индивидуальность человека. То есть дело даже не в объекте, дело даже не в объективизации. мне кажется, ну, вы правы в том, что действительно можно воспринимать человека как объект. Ну, потому что в некоторых случаях он действительно является объектом. Другое дело, что когда мы воспринимаем человека как объект, мы лишаем его индивидуальных черт, вот. И мы лишаем его свободы выбора, мы лишаем его свободы воли, как правило, хотя последняя и реже встречается. И мы проводим по отношению к нему типовую модель поведения. Вот. Опять же, вот на примере объективизации, допустим, женщин, да, объективизация женщин предполагает типовое поведение мужчины, да. Вот. Без учета индивидуальных, значит, особенностей, без учета каких-то вот тонкостей, нюансов непосредственно у самого человека. Вы правы, что просто негативного отношения объективизация не подразумевает. Я повторюсь, что это подразумевает, значит, как бы внедрение или имплементацию в поведение субъекта именно типового, типовых моделей. И типовые модели могут мешать увидеть человека таким, какой он есть. То есть, мешают увидеть его, ну, что называется, вот, как личность и так далее. Немножечко, вот, можно привести пример. Значит, допустим, муж и жена. Если муж и жена общаются исключительно как муж и жена, то есть, их запросы друг к другу не выходят за рамки взаимодействия, значит, супругов, то они оба объективизируют друг друга и лишают друг друга право на индивидуальность, право на свои особенности. И такое взаимодействие, как правило, обладает формализацией, формализованностью высокой, обладает довольно сильным контролем и резко негативным отношением к тому, если кто-то из супругов выходит за пределы этого самого типового поведения. Потому что опасность в том числе объективизации еще состоит в том, что субъект накладывает на объект свои стереотипные, ну, свои стереотипы восприятия, вот, лишая опять-таки другого человека, значит, свободу воли, право на индивидуальность и всякое такое. При этом, да, вы правы, объект действительно может нравиться. Поэтому вопрос ваш, почему человек это не объект, не совсем корректно. Человек может быть объектом, и он является объектом в ряде случаев. В ряде случаев человек должен быть объектом, ну, например, когда человек болеет, и когда человек обращается за помощью к врачу, особенно если эта помощь критическая, экстремальная, и человек находится в реанимации, например, человек должен находиться в состоянии объекта, потому что на него необходимо взаимодействовать. Человек может являться объектом, и он является этим объектом. Проблема заключается в другом. Проблема заключается в том, что объективизация человека там, где он является субъектом на самом деле, может привести к различным негативным тенденциям в отношениях. Я думаю, что вы не будете спорить с тем, что если человек приходит в магазин и взаимодействует с продавцом, то и продавец, и покупатель видят в другом, ну, друг друге объект. Потому что продавец для покупателя – это объект, с помощью которого человек может получить товар. А для продавца покупатель – это объект, потому что с его помощью продавец может получить прибыль. И это нормально. Это абсолютно нормально. Такое взаимодействие абсолютно нормально. Здесь нет плацдарма для индивидуальных особенностей. Ну, там, с исключением определенных рамок. То есть, понятно, что если, например, мы говорим про более-менее сложные покупки, да, какие-то технические устройства, вот, какие-то устройства, ну, какие-то элементы интерьера, что-то еще. Вот, здесь человек может обсуждать, здесь человек может разговаривать, здесь продавец и покупатель могут взаимодействовать как личности даже. Но, тем не менее, все равно они оба друг для друга объект, потому что они не могут выходить за рамки определенной модели поведения. Вот. А это будет являться, как бы, ну, нарушением, это приведет к негативным последствиям. Вот. Поэтому объектом человек может быть, и он им является. Просто не везде объектом, не везде объективизация ведет к улучшению взаимодействия с человеком. Не везде объективизация ведет к повышению качества взаимодействия. И, что самое главное, не везде объективизация человека ведет, действительно, к узнаванию человека. Я думаю, что касательно объективизации еще можно сказать, что если для отдельно взятого человека, например, для меня или для вас, какой-то другой человек является объектом, то это своего рода импринт, то есть это вот такой целостный образ, запечатленный, да, то есть если, например, я вижу, там, не знаю, ну, допустим, я вижу крупного мужчину, да, который, значит, там, в военной форме и прочее, вот, для меня это автоматически означает, что это солдат, и, как бы, я уже приписываю ему какие-то черты, я его объективизирую здесь, он для меня объект, это нормально, объективизация помогает, на мой взгляд, как раз-таки сократить время какого-то вот первичного узнавания, распознавания того, кто перед собой, вот, но впоследствии в общении, от этой объективизации происходит отход, мы отходим от объективизации, потому что узнаем человека, чем больше мы узнаем человека, чем меньше он становится для нас объектом, ну, в норме, в норме, вот, и вот так вот, то есть я думаю, что при взаимодействии люди неминуемо, начиная с состояния объекта, потихонечку переходят в состояние субъекта, вот, даже, вот, например, ну, если мы говорим о взаимодействии нас с вами, да, вот, таком непрямом, то на данный момент вы для меня являетесь скорее просто объектом, потому что вы человек, который задаёт вопрос, я для вас являюсь также объектом, потому что я просто отвечаю вам на ваш вопрос, но если мы с вами будем общаться, то рано или, то, вот, начиная с первого момента общения, как бы узнавание друг друга будет приводить к тому, что мы перестанем быть объектами, и мы начинаем обретать субъектность. Грубо говоря, субъектность в психологии, это, как бы, включение мотива, включение мотива и целеполагательной стратегии в объект. То есть, если, опять же, я пациент, и я прихожу к врачу, то врач, который видит у меня какие-то заболевания, и назначающие мне препараты, он воспринимает меня как объект. Но если ему станет известно значение для меня, например, лечения, или значение для меня, например, какого-то заболевания, ну вот, а значение у всех разное, то я перестану быть для него объектом и стану для него субъектом. Вот. А тут нужно в конце еще сказать, что данные определения, данные дефиниции являются, скажем так, достаточно относительными, потому что в отличие от, скажем так, исследовательской науки, да, в отличие от точных наук, в психологии, вот эти вот понятия, они обладают такими, как бы, складными личными границами, потому что очень многое зависит от позиции наблюдателя, очень многое зависит от позиции того же субъекта, вот, очень многое зависит от философии, от градации мышления и, например, то, что я называю объектом, да, и то, как я вижу переход человека из состояния объекта в состоянии субъекта, для другого человека, в том числе для вас, может не быть таковым, то есть вы можете сохранять и даже соглашаться со всеми свойствами объекта, объекта, вы можете соглашаться со всеми свойствами субъекта, вот, но для вас это не является вот такой дифференциацией, потому что на самом деле подобная дифференциация, она совсем необязательна. Если единственная, если единственная причина, по которой вы хотели бы разобраться в теме взаимодействия субъект-объект является, значит, ну, вероятность личностного нарушения, вот, то здесь я могу сказать следующее, что любая симпатия кому-либо, ну, например, восхищение человеком, например, привлекательность человека, да, является объективизацией. В этот момент либо человек полностью либо человек частично является объектом для того, кто испытывает к нему вот эти самые чувства. Равно как и при наличии негативных чувств, да, то же самое. Но личностным нарушением это является тогда, когда данное состояние, когда вот какие-то, ну, симпатии, да, и прочее-прочее приводят к, во-первых, ну, ухудшению контакта с человеком, к незвободе и прочее-прочее-прочее. Если вы говорите, что, ну, типа, вреда нет, да, то есть вы никак не вредите человеку, который вам, например, нравится, или там вы идете и просто видите, там, не знаю, ну, например, бомжа, да, и вы думаете о нем исключительно как об объекте, что вот там опустившийся человек, там маргинал и прочее-прочее-прочее, как бы вас не интересует там, почему он околдался, да, это-то все. Его внутренний мир вас не интересует. Вот. Если вы не кидаетесь на него с кулаками, то все в порядке. Вы можете воспринимать его как объект на здоровье. Вам и не нужно воспринимать его как субъект. Скорее, необходимость субъективизации появляется, когда вы пускаете человека в свое личное пространство и хотите качественного взаимодействия с этим человеком. Вот тогда субъективизация необходима. До тех пор, пока, как бы, человек не вхож в ваше личное пространство, да, даже если это коллега по работе, это все скорее объекты, чем субъекты. Вот. Хотя кто-то может сказать, что коллеги по работе это субъекты деятельности, и они будут правы, потому что коллеги по работе, ну, вообще любые, любые, любые носители деятельности являются субъектами своей деятельности. Вот. Это мы знаем из, например, культурно-исторической теории, значит, Выгодского в том числе, и мы знаем это из психологии Леонтьева. Вот. То есть это, вот, как бы, да, вот эта вот деятельность, субъект, объект довольно-таки раскрыта, но для другого человека, для нескольких субъектов деятельности, каждый из субъектов является объектом. Вот. Понимаете, вот такая штука. Поэтому Вы абсолютно правы в том, что человек действительно может быть объектом. В большинстве случаев для широкого круга лиц, для неопределенного круга лиц человек объект, например, например, допустим, певец, да, для своих зрителей, это, это объект, объект обожания, объект поклонения, вот. Это нормально. Субъектом человек становится в, скажем так, в определенных случаях, вот, и только из всего. На этом все. Я надеюсь, что это было интересно и полезно. Удачи!